Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорбых дней, и мамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Заканчивается неделя, которую мы именуем неделей Григория Паламы. Воскресный день, который начинает Новую Седмицу, мы вспоминали этого удивительного святого, который жил в XIV веке. И известен Церкви тем, что он сформулировал учение о нетварном свете. О благодатной энергии Божества, которую человек может стяживать. Мы сейчас об этом говорим спокойно, мы воспитаны словами преподобного Серафима Саровского, что цель жизни христианской — стяжание, приобретение Духа Святаго Божьего, соединение с Богом действиями Его благодати. «О Божьи!» А тогда возникла очередная ересь. Был такой западный священник Варлаам, который искал духовной жизни, которая, наверное, когда-то искренне у него не было каких-то изначально умыслов, замыслов. Он приехал на Афон, он узнал об этой практике, практике исихазма, молитвы. То есть есть методы, которые наилучшим способом помогают человеку стяжать благодать Духа Святаго Божьего. Лучший, самый, наверное, эффективный — это метод, конечно, умного делания. Так Церковь называет этот духовный инструмент, когда ум сосредоточен на имени Божьем, на внутренней молитве, когда человек свою жизнь настраивает так, что его внимание максимально сконцентрировано в Боге. Но это законное состояние ума. Наш ум, в отличие от нашего рассудка, он дан нам для Богообщения. Это как бы две основные функции познания мира. Рассудок он познает внешнее, ум познает духовное, познает внутреннее. И по замыслу Божьему он все время должен быть вперен, то есть устремлен в Бога. Так было у Адама, так происходит у тех святых, которые преображают нашу поврежденную грехом природу и исцеляют вот этот механизм, поломанный грехом, когда наш ум, в зависимости от рассудки, он все время занимается, но не тем, чем должен. Он вкручен в этот информационный поток. Бесы там очень хорошо его держат, потому что им страшно, когда ум от этого освободится, когда он вернется к памяти Божией. И ум нужно от этого освободить. Для этого был разработан метод, метод умного делания. Это целое искусство, это искусство из искусства, наука из наук. Это то, к чему любая нормальная душа, правильно развивающаяся внутри церковной жизни, должна в какой-то этап прийти. Если этого не происходит, значит, у человека какой-то дефект развития, потому что Господь хочет нас привести к какой-то вершине, которую человек максимально может в своей земной жизни достичь. Независимо от того, монашествующего или мирянин, у нас есть планка. Если человек этой планки не достигает, значит, он просто этого не хотел, значит, он в жизни любил что-то больше, чем Христа. Потому что законный процесс, он именно такой. И вот этот метод Варлам узнал о том, что есть способ возвращения ума в сердце от блуждания бесконечного. И что этот метод дает человеку максимально удобный способ соединения с Богом. И он возмутился. Он это не понял, потому что он был воспитан уже западным мистическим вот этим опытом, где ум, он находится в таком как бы мечтательном состоянии, ну, благодаря такой методике западной молитвы, как медитация, когда человек разгоняет психоэмоциональную сферу своей души, и как бы на этом фоне у него там и видения, и чудеса, и, в общем, и все такое. И это разжигает его природу. Православный метод, он совершенно обратный. Это метод трезвения. То есть нужно максимально уходить от воображения, от вот этих психических переживаний. Должна наступить эсихия, да, вот такая тишина, тишина ума. И он объявил вражду. Он стал писать, он стал проповедовать ложное учение восточного христианства. И вот здесь святитель Григорий Палама сказал, нет, это ложь, то, что говорит Варлаам, потому что, ну и дальше он стал формулировать, уже, ну как бы записывать то, что хранилось в предании, что передавалось из уст в уста. И он обосновал, и он победил этого своего слова, что с Богом можно быть в соединении, не в природном, как сын с отцом, а в благодатном, что человек, он может достичь состояния обожжения, максимального соединения посредством действия Божественной благодати. И вот этот удивительный отец, которого мы искренне полюбили, святой преподобный Иосиф Исихаст, он достиг этого состояния. И он о нём рассказывает, рассказывает в своих трудах, рассказывает через своих учеников. Он реально достиг обожжения. И мы, которые только-только карабкаемся, нам тоже нужны ориентиры. Поэтому во время Великого Поста мы читаем труды преподобного Иосифа Исихаста, такая зелёненькая книжечка, называется «Полное собрание его сочинений». Желаю и вам познакомиться с этим удивительным святым и услышать, почувствовать своим Духом веяние Божественной благодати, через которую, действием которого достижимо, достижимо достижение нетварного света. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!